Здравствуйте! В эфире территория Тольятти, я Никита Плотников. Это программа о городе, его жителях и значимых событиях минувшей недели. Лучшие гонщики планеты на одном Тольяттинском стадионе. Впервые в России прошел финал командного чемпионата мира по спидвею. Удалось ли сборной России защитить прошлогодний чемпионский титул? В Тольятти прошла реконструкция событий Великой Отечественной войны. Какой операции советских войск она была посвящена и чем закончился условный бой местного значения? В Тольятти отметили Международный день шахмат. О чем мечтают юные спортсмены и почему игра помогает в профилактике вредных привычек? Семь стран-участниц, два дня и 44 гоночных заезда. В Тольятти завершился финал командного чемпионата мира по спидвею. Соревнования подобного масштаба наша страна принимала впервые. Сборная России защищала прошлогодний титул чемпиона, который она завоевала первый раз за более чем полувековую историю планетарных форумов. Удалось ли нашим гонщикам остаться на вершине мотогоночного Олимпа? Расскажем далее. Россия! 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 Такого наплыва болельщиков в стадион имени Анатолия Степанова не видел давно. Большинство фанатов приехали из городов, где сильны мотогоночные традиции – Балакова, Салават и даже Владивосток. Девять часов на самолете из столицы Приморского края не испугали супружескую пару Агеевых. Им есть за кого поболеть. За сборную России выступает гонщик команды «Восток» Артем Лагута. Восток, конечно, чемпион. Конечно, мы принципиальные соперники с Бегалады. Но сегодня мы все болеем за Россию. Россия чемпион. Так сложилось, что и семейные праздники, и чемпионат мира. Поэтому мы решили приехать. Такое событие впервые в России разве можно пропустить? Помимо российских болельщиков, в Тольятти съехались и поклонники спидвей из других стран. Спидвей не так популярен в Великобритании, как футбол, регби и крикет, что грустно. В финале чемпионата мира у нас не уступает наш самый сильный гонщик из-за травмы. Поэтому у России есть все шансы победить. Финал командного чемпионата мира по спидвею за свою более чем полувековую историю проходит в России впервые. В этом году титул чемпиона защищает сборная России. В числе претендентов на мотогоночную корону – команды из Польши, Германии, Швеции, Великобритании, Австралии и Дании. Наша команда впервые в 60-х годах в прошлом году завоевала титул чемпиона мира по спидвею. Это наивысшее достижение. Именно благодаря этому стало возможным проведение чемпионата в нашей стране. Особенно приятно, что он проходит в Тольятти, где есть такой замечательный спортивно-технический комплекс, уникальный для нашей страны. Большинство заездов за нашу команду откатали опытный Эмиль Сайфуддинов и Артем Лагута. По правилам, третий гонщик не должен быть старше 21 года. В нашей команде это воспитанник Тольяттинской мегалады Глеб Чугунов. Он принял участие в двух заездах и принес в общую копилку два очка. Проигрывал старт и делал абсолютно все, что мог. Слава Богу, что не привез ни одного нуля и что-то смог положить в этом году. В финальный заезд вышли сборные России и Польши. Наши гонщики уверенно опередили соперников и стали чемпионами мира второй раз подряд. Такого в истории отечественного спидвея еще не было. В этом году исполняется 75 лет операции «Багратион». Тогда советские войска освобождали Белоруссию, Литву и часть Польши от немецких захватчиков. Накануне жители Автограда могли перенестись в лето 1944 года. Каким образом, расскажем далее. Белоруссия. 1944 год. Партизаны затылились в кустах и готовятся отбить хутор у немногочисленного немецкого отряда. Численное превосходство и обход позиций противника с фланга берут свое. Поселение удается занять, но немцы идут в контратаку. Перед обученными войсками вермахта шансов у партизанского отряда нет. В основном они состоят из простых рабочих и крестьян с оккупированных территорий. Цепями ходить они не умеют, тактически, грамотно, тоже не всегда умели. Мы не могли пойти, например, в атаку, когда она потом шла в полный рост с командами. Ура, партизаны так не делали. Мы там из-под тяжка где-то нападали ночами, быстрые налеты, постреляли, убежали. Под напором немцев партизаны отступают, но уйти не удается никому. Кто-то погиб в бою, кто-то попал в плен. Правда, смерть постигает издавшихся. Но не успели немцы отдышаться, как их накрывает советская артиллерия. А за ней в бой идет несокрушимая и легендарная. Баталию реконструируют участники военно-исторических клубов из нескольких регионов России. Они приехали в Тольятти на 9-й фестиваль «Россия. 20-й век». Для меня участие в реконструкции означает прикоснуться к истории, прикоснуться к памяти и хотя бы чуть-чуть, понятно, что приближенно и очень отдаленно, почувствовать, как это было на самом деле. У нас элементарные требования к форме одежды. То есть, чтобы должна соответствовать периоду. И соответствует также оружие должно быть тоже год. Если выпуску 45-й, то он уже на 41-й, на 44-й не пойдет, конечно. Также деактивирование оружия проверяем обязательно, что нам есть или шпильки у нас. Пусть и стреляют участники реконструкции холостыми патронами, у всех подлинные винтовки тех времен. Это карабин Маузера 98К «Курц». Это было когда-то настоящим оружием, но так оно по себе оригинальное, то есть вот с 42-го года выпуска. Сейчас принято в кино, что все с автоматами, там с пистолетными пулеметами. На самом деле вот карабин Маузера – это единственное такое штатное оружие стрелка немецкого. У реконструкторов в руках может оказаться не только старое оружие, но и руль раритетного автомобиля. Во время условного сражения на ГАЗ-67 подбирают раненых с поля боя. За многолетнюю карьеру дальнобойщика Александр поездил на разных машинах. Мужчина рассказывает – вести такое чувство непривычное. Ни усилитель руля, ни усилитель тормозов, ни усилитель сцепления. Все как бы чисто человеческая сила. Нажать на педаль до упора, включить, вот видите, она поехала сразу. Включить скорость, отпустить педаль, это ничего там, ничего не помогает. Не каждому, да, на такой машине просто проехать, все. Финальные аккорды сражения. Немец отступает, советский солдат идет до победного. Бой местного значения выигран. Красная армия стала чуть ближе к Великой Победе. Каждую неделю в Тольятти проходят чудесные выходные. Театральные постановки, выступления артистов, танцы под открытым небом и шахматные турниры. Программу минувшего уикенда посвятили Дню символики Самарской области, который отмечается 17 июля. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. Чудесные выходные в парке Автозаводского района начались с открытой гандбольной тренировки и спортивной эстафеты. Для тех, кто предпочитает отдых более спокойный – мастер-классы. Каждый мог своими руками изготовить герб Самарской области. Серебряный козел, Андреевская лента и корона. Эти символы означают возрождение, силу и единение губернии с Россией. Об этом юные артисты рассказали гости из Америки в театральной постановке. Мини-спектакль увидели жители Комсомольского района. Я думаю, что это важно и гордость, и за нашу страну, и за нашу малую родину. И любовь к ней воспитывается именно в таких программах. В программе чудесных выходных – интеллектуальные головоломки, кроссворды, викторины, а также турнир, приуроченный к Международному дню шахмат. Его отмечают 20 июля. Самые маленькие участвовали в подвижных играх. Мы узнали о чудесных выходных из газеты и пришли специально. Впечатления отличные, все отлично подготовлено. Я пришла с внуком, вот он у меня активно участвует во всех мероприятиях. Положительные эмоции, общение, вот, ну и отличное времяпровождение выходных. Я считаю эту идею великолепной, потому что здесь люди отдыхают, слушают музыку, танцуют и получают большое удовольствие. Чудесные выходные в Тольятти организуют с учетом выбора горожан. Более 2600 человек проголосовали за организацию летнего досуга. За анонсами мероприятий можно следить на сайте областного Минкульта. Тольяттинцы стали участниками программы «Дни шахмат» в Самарской области. Мастер-классы, сеансы одновременной игры и многочисленные турниры проходят в городах и сельских поселениях 63-го региона. События приурочены к Международному дню шахмат, который с 1966 года регулярно отмечается 20 июля. Как дату, посвященную древнейшей интеллектуальной игре, отметили в Автограде, расскажет Ирина Грумеза. Открытый турнир по шахматам в Тольятти. В жаркий субботний день истинные любители этой игры отправились не к реке или на дачу, а пришли сразиться в умении выстраивать стратегии и быстро принимать ключевые решения. Шахматы – тот спорт, когда по разные стороны стола могут оказаться школьники и пенсионеры, мужчины и женщины, а результат при этом непредсказуем. В Тольяттинском турнире участвует всего одна девушка. Градус эмоционального накала высок, как на любых состязаниях. Там была борьба, но мне понравилось. У него тоже была атака, но в конце я смогла выиграть. Тут и взрослый может выиграть маленького, и маленький может выиграть взрослого. Шахматы – это как жизнь, борьба, один неправильный поступок – уже все. Любительские турниры и другие события в честь Международного дня шахмат в 63-м регионе проходят при поддержке депутата Государственной Думы России Евгения Серпера. Давний поклонник этого вида спорта, он руководит шахматными федерациями ПФО и Самарской области. Дополнительным стимулом для участия в соревнованиях стали специальные призы от депутата. Артем Анисимов начал двигать фигуры на клетчатой доске раньше, чем научился ходить. Он точно знает – любые награды, начало пути к серьезным целям. Потому что я хочу быть чемпионом, воигрывать, чтобы занять какое-то место, кубок получить, медаль, награждение какое-то. Потому что у меня все в семье играют в шахматы, и она у меня сборная. И дедушка, и бабушка умеет играть, и папа, и мама. Даренные дети, которые показывают хорошие результаты, мы специально создали от таких детей шахматную гостиную в городе. Люди Самаре, которые занимаются с одаренными, подающими надеждой детьми. И мы стараемся простить из них чемпионов. Но, конечно, основной акцент делаем на массове. Чем больше детей будет заниматься этим спортом, тем здоровее и умнее будет наше общество. Тольяттинскую детско-юношескую шахматную школу номер 4 сейчас посещают более 800 учеников от 4 до 18 лет. Шахматы – это как раз та игра, через которую дети готовятся к жизни, учатся принимать решения, учатся предвидеть ситуации. И считается, что это лучшая профилактика наркомании. Потому что ребенок, который умеет предвидеть ситуацию, никогда не сделает дурных поступков. Дни шахмат также прошли в Сызрани, Жигулевске, Чапаевске, Октябрьске, Сызранском, Ставропольском, Пестравском, Безенчукском, Красноармейском, Хворостянском и Приволжском районах Самарской области. На сегодня это все. Если вы хотите поделиться информацией о важных событиях города, то сообщите нам о них по телефону, который вы видите на экране, или напишите нам в группу во Вконтакте. Увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти.